Число иностранной рабочей силы в Тюменской области растет. Но не время бить тревогу, это вовсе неплохой показатель. В тонкостях миграционного законодательства разбирала Светлана Зорина. Бригада Улукбека приехала чистить тюменские улицы из жаркого Узбекистана. По их словам, миграционное законодательство не нарушает патенты на работу и есть. У нас фирма все делает, удобно, все хорошо. Уже в 2019 году я в Тюмени. Вам нравится в Тюмени? Нормально, говорю, да, в первый раз работаю, все нормально, все хорошо. По своей сути, понятие патент и разрешение на работу тождественны. Однако, существенное различие между ними все-таки есть. Так, патент получают граждане тех государств, у которых с Россией безвизовый режим. Разрешение же на работу, в свою очередь, выдают мигрантам из дальнего зарубежья. Патенты нужны, например, гражданам Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении. Работники из стран с визовым въездом в Тюменской области представляют Турцию, Северную Корею, Китай, редко Индию, Туркменистан и Таиланд. За 10 месяцев этого года наблюдается прирост иностранной рабочей силы. Патентов выдали на 40% больше, разрешение на работу на 129%. Большая часть иностранных работников работает в сфере строительства. Следующая у нас идет оптовая торговля, производство, услуги, ну и совсем небольшая часть в сельском хозяйстве. В свою очередь выросла и квота, то есть число только разрешения на работу на следующий год. Ее определяет областная межведомственная комиссия по заявкам работодателей. Планируют выдать около 12 тысяч документов. Впрочем, цифры вполне объяснимы. У нас 93% квоты используют на сегодняшний день это Тобольск, Нефтехим и подрядчики Сибура. Мы каждый год сталкиваемся с тем, что квота осваивается примерно на 70%, то есть выбирается 70% квоты. Понятно, она формируется в начале года, за год меняются планы предприятий, меняются подрядчики. И, как уверяют специалисты на вакантных местах для граждан России, эта статистика никоим образом не отражается. Светлана Зорина, Евгений Доценко, Тюменское время.